13.06 в Кирове программа «Особое мнение» в прямом эфире. 13.06 в Кирове программа «Особое мнение» в прямом эфире. 13.06 в Кирове программа «Особое мнение» в прямом эфире. 13.06 в Кирове программа «Особое мнение» в прямом эфире. 14.06 в Кирове программа «Особое мнение» в прямом эфире. 14.06 в Кирове программа «Особое мнение» в прямом эфире. делать, когда ты заразился, на самом деле большинство людей не знают. Какими препаратами лечиться, тоже не знают. Низкий поклон врачам за то, что действительно сейчас, рискуя жизнью, не побоюсь этих слов, пытаются спасать жизни и здоровье людей. Но при этом мы столкнулись с ситуацией, когда система здравоохранения не справляется и уже ситуация становится, на мой взгляд, критической. Вот смотрите, весной, когда вводили ограничительные меры, сказали, что делается это прежде всего для того, чтобы снизить нагрузку как раз на медицинские мощности, чтобы успели подготовиться и чтобы не было такого обвального роста заболевших. Сейчас мы видим, что вот он уже, там вот эта история с тем, что не справляется, она очевидно уже всем становится, потому что знакомые пишут, да, там просидел в очереди в поликлинике пять часов, там еще что-то. При этом ограничительных мер, таких как весной, введено, ну по крайней мере, пока нет. Не то, чтобы я за них ратую, да, за эти меры. Наоборот, мне кажется, что хорошо, что все пока работают, да, вот. Но с другой стороны, логики я не вижу в действиях властей. И я не вижу. Здесь мы с вами солидарны, опять же, по весне, когда вирус только-только показался на горизонте. Мы все жестко соблюдали требования, многие сидели дома. Когда коронавирус пышным цветом расцвел, мы живем привычной для нас жизнью. И говорить о том, что руководители региона страны сделали что-то для того, чтобы мы, ну, например, привили культуру ношения масок, не приходится, потому что на совещаниях часто мы видим, что руководители региона сидят без масок, и это, в принципе, там, чуть ли не норма, да. Соблюдение социальной дистанции, ну, наверное, где-то она соблюдается, но в большинстве случаев это не так. У нас в студии соблюдается, поэтому мы без масок. Безусловно, да, поэтому мы с вами это уже как раз обсудили, я маску снял. Но в других местах этого не происходит, и на самом деле самая ключевая проблема, которая мне видится, это как раз-таки непонимание того, что мы происходим, с чем мы столкнулись, что происходит. Потому что, если это не страшно, зачем тогда была вот эта чахарда весенняя, зачем сейчас людей пугать? Если это страшно, почему не сказать правду, и все-таки уже там, невзирая ни на что, ресурсы государства подключив, спасать людей. Так, а почему тогда не подключают ресурсы и не вводят ограничительные меры? А вот как раз, Анна, это вопрос к тем, что, к тем, кто, наверное, больше нас знает, с чем мы столкнулись, да, то есть там, спасает прививка или нет, большой вопрос, первое, да. Те протоколы лечения, которые есть, те препараты, которые вроде бы как есть сейчас, эффективны они или нет, вопрос, статистика достоверна или нет, мы же только слухами сейчас живем. Еще раз говорю, хотя бы, если бы мы знали, чем можно лечиться или чем, ну, хорошо, нет препаратов для лечения, но тем не менее, для того, чтобы облегчить симптомы, для того, чтобы, может быть, маломальскую профилактику, кроме ношения масок и перчаток провести, этого же мы не знаем, опять же, в большинстве своем люди этого не знают, что делать, если ты заболел, большинство людей не знает, я с этим вопросом в законодательном собрании обращался еще весной, то есть, ну, хорошо, вот мы сейчас проводим замер температуры, выявилась у меня завышенная температура, что мне делать? Пошаговые инструкции. И там, вы знаете, версии различные от того, что срочно иди в поликлинику, до никуда не ходи, сиди, жди, вызывай скорую. Которая приедет, может, через сутки, да? Да, она приезжала чуть раньше, но сейчас, да, нередки случаи, может быть, не через сутки, но несколько моих знакомых ждали скорую больше шести часов, и это тоже намекает на то, что проблема действительно серьезная, и дело тут не в врачах, наверное, в первую очередь, а в том, что система не справляется. То есть она перегружена? Да, безусловно. Она перегружена. Весной мы боялись перегруженности и ввели карантинные меры. Сейчас она уже перегружена, но карантинных мер нет. Да, но при этом нелогичность мы с вами понимаем, и никто нам не объясняет, насколько все плохо, например, в экономике, чтобы не вводить ограничительные меры. Я сам выступаю за то, чтобы сохранить открытыми работающие предприятия. При этом, ну вот, например, мне буквально под родиной эфир один мой друг сказал, что на кировских кладбищах не хоронят людей по средам, потому что в среду хоронят людей, погибших от коронавируса. Если у нас есть погибшие от коронавируса в таком количестве, ну, как минимум есть. Ну, то есть, может быть, просто их хоронят и, чтобы не соприкасались с траурной процессией, в целом закрывают кладбище на день. Но, как минимум, у нас эти люди есть, и их, наверное, немало. Но просто статистика по погибшим именно от коронавируса, она не настолько велика, чтобы похоронная процессия целый день занимала. То есть мы видим... Мы можем дальше только догадываться. Может быть, оставшееся время тратиться на дезинфекцию, может быть, еще что-то, но факт остается фактом. И вот мы по крупицам, собирая информацию, формируем свое представление происходящего, не имея достоверного источника информации, кроме того, что достоверного, того, которому бы мы доверяли. А вот та официальная статистика, по которой вроде бы нам нужно судить о состоянии дел, часто чего греха таить, нас обманывает. Ну, то есть надо сказать, что вот эта история с кладбищами, это неподтвержденная пока информация, то есть вы ее получили из своего какого-то источника? Из своего источника, которому я абсолютно доверяю. Понятно. Для себя, соответственно, сделал выводы. А вот сказать, что, например, для вас эта история, этот источник будет достоверным, ну, наверное, нет. Ну, официально, по крайней мере, подтверждения пока нет. Нет, официального нет. Официального подтверждения нет. Владимир, как вам кажется, если ситуация и дальше будет усугубляться, то есть если мы будем видеть рост количества заболевших, все-таки какие-то активные шаги по ограничению чего-то, там, работы общепита, работы торговых центров и прочего-прочего, можно ждать? Анна, вы знаете, вот неблагодарное дело делать прогнозы относительно развития ситуации с коронавирусом. Когда, например, председатель ЗАГСобрания предложил проводить сессию заочно, руководствовался тем, что, это было, по-моему, в июле, да, или в июне, руководствовался он тем, что президент обозначил, что главной ценностью у нас является жизнь и здоровье граждан, да. Ну, вроде бы, как понятно, но мы и поправки Конституции видели, как принимались у нас широкомасштабно, и тогда вроде бы и заболеваемость, и смертность от коронавируса была меньше, чем сейчас, и сейчас почему-то у нас то ли приоритеты жизненные сместились, да, приоритеты в нашем государстве, то ли, может быть, опять-таки нам чего-то недоговаривают, и все не так страшно, ну, то есть вот эти вот двойные стандарты, они немножко замучили уже всех, и люди, конечно же, не забываем про русский авось, который в Кировской области очень актуален, да, естественно, занимаются тем, чтобы спасать свою жизнь, но от голодной смерти, а не от коронавируса, потому что если вдруг сейчас кто-то проявит сознательность, и, например, люди старше 65 лет пойдут и действительно останутся дома, и будут выживать на пенсию в 8,5 тысяч рублей, то наверняка они умрут быстрее, чем их сожжет коронавирус. Не все еще заболеть успеют коронавирусом, да, от голода уже ноги протянут, что называется. Да, люди вывод делают очень четкий, посылая сигнал на власти нашей. Вот, кстати, интересно, с сессиями законодательного собрания, ведь тогда, когда вот эта история вводилась с заочным голосованием, я, насколько помню, никто в законодательном собрании тогда не числился в заболевших. Да, это было так. Да, а сейчас, вот если я не ошибаюсь, это официальная информация, несколько ваших коллег, по-моему, болеют или переболели, да, но при этом, как я понимаю, ближайшая сессия будет точной. Неизвестно, кстати, насчет того, какая сессия будет, будет ли она вообще, то есть, ну, вот сейчас пока никаких данных нет, пока все в штатном режиме, я имею в виду, подготовка к сессии идет, хотя ЗАГС Собрание, как и многие другие организации, ввело, так сказать, частичную демобилизацию, то есть некоторые сотрудники трудятся удаленно, но при этом подготовка к сессии пока идет. То есть все пока как обычно? Пока, да. Хотя тестировали вас, насколько я помню, да? Да, в частности, сегодня сотрудники законодательного собрания проходили тестирование, результаты пока неизвестные. И на прошлой неделе, кстати, тестирование было, я в нем не поучаствовал, а результаты вот этого, сегодняшнего тестирования пока, естественно, тоже неизвестны. Очень здоровья всем депутатам, конечно же, и всем жителям. Да, то есть депутатам, не депутатам, но всем жителям, Кировской власти, страны, планеты и здоровье, конечно же. В общем, понятно, что ничего не понятно с коронавирусом. Да, на самом деле ничего не понятно, и скорее бы это все закончилось. Да, ждем, конечно же, мы окончания вот этой пандемии или хотя бы каких-то, я не знаю, явных сигналов того, что ситуация улучшается. Пока, к сожалению, ситуация усугубляется, и мы в очередной раз, наверное, призываем всех по возможности соблюдать меры осторожности, носить маски, санитайзируем, мыть руки, постараться все-таки воздержаться от посещения каких-то публичных мест. Едем дальше с нашими вопросами, и давайте я все-таки вопрос сайта задам, потому что боюсь, что потом я, наверное, про него могу забыть. Гость без имени спрашивает вас о следующем. Тоже ситуация, без конкретных каких-то указаний. Администрация городского поселения, непонятно какого, закупила песок в шесть раз дороже его цены, а также соль в полтора раза для песко-соляной смеси. Если сумма контракта 250 тысяч рублей, по вашему мнению, это преступление или просто на пирожки кто-то заработал? Ну, сложно комментировать, Владимир, без указаний, я говорю, конкретного населенного пункта. Ну, давайте тогда по фактам. Если действительно факт есть, и кто-то на 250 тысяч бюджетных рублей потратил неэффективно, я считаю, что это безусловное преступление. Если была возможность закупить дешевле качественную, ну, наверняка песок, примерно с сопоставимой фракцией, ну, и в конце концов, для отсыпания улиц от гололеда, наверное, там сложно будет придираться к песку. В общем, это безусловное преступление. А вот если факт действительно есть, то я безымянному гостю вашего сайта предлагаю обратиться на адрес моей электронной почты, он, например, есть на сайте законодательного собрания, и указать конкретный факт, я направлю депутатское обращение, ну, либо в адрес прокуратуры, для начала, наверное, в адрес этого поселения для получения разъяснений, ну, и в случае, если в разумительных разъяснений не последует, конечно же, в прокуратуру. Понятно. В общем, гостю нашему, который, надеюсь, слушает наш эфир, вот такой совет. Письмо Владимиру Костину на адрес электронной почты, и дальше уже по конкретной, конечно, ситуации будут разбираться. Едем дальше. История с мусором, Владимир, и с отходами. Ну, вот история, она тоже началась не вчера, так прямо скажем, да, то есть месяц примерно назад, когда стало понятно, что осенцы вдруг резко перестали быть предпочтительным местом размещения кировских отходов, и на замену осенцам нам областные власти предложили три полигона в Слободском, Моричевском и Зуевском районах. Слободской район около 10 дней назад, свалка Скокова, да, отказался принимать кировский мусор по причине переполнения, да, и вот уже использование того годового лимита, который был прописан в Терсхеме. Та же самая история, это уже официально подтвержденная информация, ожидает полигон в Оричах, то есть в конце октября перестает полигон принимать кировский мусор. Остается только Зуевка. Зуевка на значительном удалении от города Кирова, мы понимаем там плечо и прочее, это все увеличивает и транспортные расходы, и время там, да, то есть, возможно, у нас меньшее количество времени будет тратиться на забор кировского мусора по городу, да, при этом нет никаких официальных, ну, я не знаю, успокоительных каких-то речей со стороны областного правительства по поводу того, что, ребята, все будет нормально, в мусоре мы не утонем, раз, и стоимость вывоза отходов для кировчан резко не повысится, два. А я бы здесь еще задал вопрос, а если бы эти речи были, вы бы вот с уверенностью выдохнули и сказали, ну, слава богу, разъяснили, спасибо, мы же безусловно поверили. Ну, я бы, наверное, нет, а многие люди да. Ну, очень рад за многих людей, я бы тоже нет, потому что ситуацию можно характеризовать, как вдруг пришла зима, да, то есть вот ситуация с Осинским полигоном возникла, когда только Осинский полигон решили вводить в эксплуатацию. Ну, вторую вот эту схему, которая крупная, да? Даже первую. А был протест. И непонятно было, чем закончится. Ведь протестующие обозначали, среди прочего, наличие ограничений в виде аэродрома, который находился, вернее, полигон находился в зоне, вот в этом радиусе 15 километров, поблизости к аэродрому, что прямую запрещено. Да, очевидно, что люди будут прав своих добиваться. Ну, добились, да, и, соответственно, сейчас мы получаем проблему, которая была обозначена еще сколько? Года четыре, наверное. Ну, когда начиналось в 16-м году, да. И, соответственно, что-то сделано для того, чтобы получить альтернативный полигон. В конце концов, насколько я помню, полигоны в Осинцах полагали срок жизни примерно 7 лет. То есть, мне кажется, сейчас-то у нас уже какие-то наработки должны быть. Министерство об этом молчит. Вместо того, чтобы ввести в эксплуатацию новые полигоны, которые обязательно должны были появляться, нам говорят, а давайте мы сейчас загрузим еще сильнее эти даже не полигоны, а свалки. То есть, это абсолютно не вот по новым технологиям подготовленные площадки. То вообще, что предполагала мусорная реформа, это обычные свалки, которые совсем ненадолгий период времени прекращали свое существование. То есть, мы их расконсервировали и с новым усердием сейчас забиваем их мусором. В чем мусорная реформа? Вот я как не понимал, при принятии закона, предполагающего сбор денег с населения, так не понимаю, и сейчас и только укрепился в своем отношении к вопросу. Хотели, наверное, как лучшее. Получилось, как всегда, ввиду того, что а, плохо проработали, б, с реализацией тоже у нас все неблагополучно. И здесь иной раз, наверное, стоит послушать общественность. Хоть люди в высоких кабинетах считают себя умнее в 10 раз, чем те люди, которые на улице добиваются соблюдения своих прав. Но жизнь показывает, что неплохо слушать тех, кто отстаивает свои права, потому что они наверняка уже лучше разобрались, чем те, которые пытаются навязать свое мнение. А вам не кажется, что вообще пришло уже время какое-то, ну не знаю, там, организовать некий круглый стол или какую-то площадку для обсуждения этой проблемы, там, ну не знаю, на базе ЗАГС собрания, на базе общественной палаты, где угодно? Потому что все, что мы пока видим, это вот на уверение, что все будет окей, пока там, да, у нас есть резервные какие-то места, куда мы повезем мусор, мы видим, что количество этих резервных мест сокращается, и мы не видим никаких внятных объяснений. В институт общественной палаты я не верю вообще. То, что в стенах законодательного собрания будет организован подобный круглый стол, например, или что, например, предусмотрено законом на ЗАГС собрания депутатские слушания, на которых можно было бы четкие рекомендации правительству обозначить. Правительство после этого могло бы закрепить ответственность. Ну, то есть механизм есть, но другое дело, опять, мы столкнемся о тот момент, что зачем это ЗАГС собрание? В ЗАГС собрании в таком виде, в котором она сейчас... Что значит, зачем это ЗАГС собрание? В ЗАГС собрании сидят представители всех территорий. Объясняю. Ну, это опять же... И всех избирателей. Всех избирателей, но с явным креном в одну сторону, я имею в виду одну политическую партию, и фактически это не только в ЗАГС собрании Кировской области, это происходит в целом по стране. У нас исполнительная и законодательная власть срослись в единое целое, которое абсолютно не отвечает... Поправлюсь, не абсолютно, часто не отвечает интересам граждан, ну, то есть вот их работа не отвечает интересам граждан. Ровно это мы видим по примеру, например, мусора, да, ровно это мы видели, по примеру, пенсионные реформы. Сказать, что ЗАГС собрание как-то вот отстаивало интересы граждан, я имею в виду ЗАГС собрание как единый орган, не отдельные депутаты, а вот все ЗАГС собрание. Нет, нет такого. Как раз потому что... Ну, давайте вертикаль партийную посмотрим, да, кто составляет большинство в органах исполнительной власти. Ну, у нас губернатор, секретарь регионального отделения Единой России. Кто составляет большинство в законодательном собрании представителей партии Единая Россия? Ну, у них, в конце концов, партийная субординация есть. И возьмут, исключат из партии за нарушение устава, за то, что кто-то... Вот сейчас, кстати, на эхо в новостях говорили о том, что Неверов с кем-то там не согласен и предлагает лишить каких-то должностей человека в Думе. Так здесь то же самое произойдет. Они не заинтересованы ссориться со своим партийным руководством. А с избирателями? Поэтому... А кто вообще спрашивает избирателей? Вот кто-то из депутатов может сказать, что, вы знаете, я голосовал, например, за повышение пенсионного возраста, о чем честно приехал, рассказал своим избирателям. И вот, пожалуйста, они меня поддержали. Я собрал подписи в поддержку этой инициативы. Но ведь этого же нет. Ну, давайте откровенно вещи своими именами называть. Те люди, которые поддерживают подобного рода инициативы, они просто забыли о своих избирателях, и иного я не вижу. Ну, вот смотрите, но есть люди, которые не поддерживают подобные инициативы. И при этом ездят к избирателям. Есть люди, которые в оппозиционных фракциях у нас работают. Оппозиционным-то фракциям неинтересно вот этот вопрос, как-то вынести все-таки на более широкое обсуждение. Пора ведь уже, наверное. Конечно. И на то, например, существовали пятиминутки в законодательном собрании. При открытии пленарной сессии можно было высказаться на любые темы. Если при предыдущем председателе многие темы широко обсуждались хотя бы, ну, так сказать, внутри законодательного собрания, то есть перед подготовкой к сессии, перед подготовкой к комитетам, многие темы обсуждались. И ЗАГС-собрание, например, четко следило за реализацией национальных проектов. Было четкое закрепление. Сейчас закрепление есть, но я не вижу никакой работы в законодательном собрании. Опять же, провели депутатские слушания в прошлом году. Определили, что механизм хороший, потому что на самом деле, я не скажу, что прямо вот благодаря депутатским слушаниям, но у нас спустя какое-то время поменялся министр, потому что доклады были довольно-таки разносные. И когда программа переселения из ветхого и аварийного жилья, очевидно, что на тот момент не была... Министр строительства, мы имеем в виду. Да, 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 и министр потерял свою должность. То есть очевидно, что практика хороша, очевидно, что нужно продолжать. Но сейчас этого не происходит. Опять же вопрос к председателю законодательного собрания, к нынешнему. Почему мы не используем этот механизм? Если законодательное собрание расписалось в своей беспомощности, ну, конечно, нужно тогда уже самораспускаться и просто ввести отдельное, я не знаю, министерство по законодательству при правительстве Кировской области. То же самое будет. Ну, да, собственно, никто ничего и не заметит, я вас уверяю. Если депутаты все-таки готовы отстаивать интересы своих граждан, а не своего руководства, например, партийного, тогда, конечно, живее должно действовать законодательное собрание. И к вопросу оппозиции, если вносятся действительно социальные инициативы, посмотрите, кто их автор. Это как раз оппозиция. И зачастую, в частности, на последнем пленарном заседании мы столкнулись с тем, что просто не рассматриваются проекты законов. Ну, то есть, эта наглость была, фактически весь созыв продолжается и сейчас, но сейчас даже люди плюют уже на регламент. То есть, если раньше хотя бы искали возможность в действующем кривом регламенте найти возможность не рассматривать проект закона, что не всегда удавалось вот так сходу, но там нажимом все равно все решалось. И сейчас даже плевали уже на регламент. Поэтому, конечно же, нужно состав качественно менять. Но это вот то, о чем вы говорите, это на перспективу. Количественно поменять. Безусловно, что сделать сейчас? Ну, наверное, избирателю нужно спрашивать своего депутата. То есть, вот когда мы спрашиваем с депутата, поверьте мне, депутатам будет крайне неудобно, если их избиратели начнут спрашивать с них в обычной, ну, так скажем, какой-то простой человеческой жизни. Ну, вот, например, написали вы депутату письмо в электронку, например, написали вы ему обращение в ЗАГС-собрание. Они просто задали вопрос, который вас волнует. А почему вы, например, не поднимаете вопрос повышения тарифов на вывоз мусора? По поводу тарифов на вывоз мусора. Давно уже, вот, вы упрекнули в том, что ЗАГС-собрание молчит. Не молчит на как раз-таки одном из заседаний, в частности, я задал вопрос. Вот объясните нам структуру тарифа. Если в тарифе уже предусмотрена затратная часть на сортировку, на утилизацию мусора, почему в отсутствии площадок мы за это платим? И как у вас вообще вот сейчас поднимается рука эти тарифы еще и увеличивать? Ну, вот, это вопрос и к РСТ. Опять же, что такое РСТ, мы прекрасно знаем, понимаем. Организация, которая, в принципе, необоснованный тариф утверждает, а тариф, ну, который, по большому счету, сверху спустили. Если бы, например, там, доверять полностью тем данным, которые предоставляют, например, перевозчики, у нас бы тариф сейчас был намного больше, я имею в виду, тариф на проезд общественного транспорта, намного больше, чем 26 рублей, прям сильно больше. Но здесь вот РСТ стоит твердо на своем, видимо, кому-то очень хочется, не хочется народных бунтов, да. — Владимир Костин, на нашей студии мы сейчас перерыв сделаем на рекламу, и в рекламе, как раз в рекламной паузе выясним еще какие-то моменты. — Особое мнение на 101FM — Продолжаем с Владимиром Костином особое мнение, разбираемся в ситуации СТБО и с тем, почему, собственно, до сих пор мы не видим широкого обсуждения вот этой мусорной темы, там, проблемной темы, да, на площадке ЗАГС Собрания. — Владимир мне в перерыве сказал, что сложно говорить о каких-то темах, пока нет под рукой конкретных цифр, и я надеюсь, что эти цифры в ближайшее время все-таки появятся. И тем не менее, все-таки, я поняла, что есть механизм там, да, со стороны избирателя к депутату своему обратиться и сказать, обратите, пожалуйста, внимание вот на эту тему, и тогда будет запущен вот этот вот маховик, да. — Ну, для того, чтобы всем депутатам не было комфортно сидеть спокойно, когда происходит какое-то беззаконие, да, то есть можно отмолчаться. — Я не знаю, есть ли беззаконие вот в той ситуации, которую сейчас есть. — Опять же, да, мы в перерыве говорили про цифры, я надеюсь, что в ближайшей пленарной сессии эти цифры у меня будут, ну, по крайней мере... — По тарифу? — Да, по тарифу, и тогда можно будет не только их озвучить, но и озвучить некоторые предложения, которые тоже, безусловно, сформированы будут на основе цифр. Я не буду сейчас даже анонсировать, надеюсь, что все получится. — Хорошо, едем дальше, у нас не так много времени остается, и я, на самом деле, хотела еще два, две инициативы обсудить. Одна из них ваша. Эта история связана с, ну, с такой, я не знаю, контролирующей, что ли, там, функцией ЗАГС Собрания, с предложением дать ЗАГС Собранию право утверждать министр, в том числе, там, регионального правительства, да. И вторая тема — это законопроект вашего коллеги Валерия Басюка. Законопроект, он называется, наверное, о публичных мероприятиях, да. И ту, и другую тему обсуждали на прошлой неделе, ну, были такие общественные слушания в общественной палате, в которую вы не верите. — Как в институт не верю, да. В нынешнем, опять же, в формате формирования не верю точно, потому что общественностью там и не пахнет. Это организация, которая главной целью имеет согласовать, опять же, инициативы исполнительной власти, причем безальтернативно. Вы сейчас слышите какое-то мнение отличное от того, что, например, говорит правительство. Вот сейчас правительство дает отрицательное заключение на проект закона, на мой проект закона, который вы сказали, да, о необходимости, о возможности согласовывания кандидатур министров до их назначений. Кстати, мы забываем о том, что он предусматривает еще и механизм отзыва. И, на самом деле, куда более, как мне кажется, ценный механизм, чем просто утверждение, вот сейчас читаю, мнение членов общественной палаты, просто, в том числе депутатов законодательного собрания. Ну, знаете, вот странно, когда члены общественной палаты говорят, что этот механизм не нужен, потому что депутаты — это в том числе представители общественности, законодательной власти, именно представители. Члены общественной палаты ровно такие же представители, да. Общественная палата очень усердствовала, когда выбивала себе право законодательной инициативы, например, и воспользовалась им, по-моему, один только раз, когда вносила изменения в этот же самый закон о наделении их правом законодательной инициативы. То есть у нас все, больше общественность ничего не хочет от законодательного собрания, от исполнительной власти, да. Но если вот так стоит вопрос, ну, делайте выводы сами, нужна нам общественная палата или нет, для того, чтобы сказать, ограничивать людей в возможности проведения митингов — это хорошо, а наделить представителей, избирателей правом согласовывать министров — это плохо. Через своих депутатов. Где тут, простите, попахивает общественностью? Вот мнение исполнительной власти озвучила уже исполнительная власть. Не нужно было доверять, озвучивать это мнение еще и общественной палате, но это уже дурно пахнет. Так, вот смотрите, я в комментариях, которые были как раз по факту обсуждения вашей инициативы в общественной палате, не увидела вот именно, что предложение ваше — это плохо. Я увидела мнение о том, что предложение ваше — это... Исчерпывающая мера. Ну, это такая мера, которая как бы не нужна, потому что, а, в тот момент, когда министра какого-то, например, назначают, да, об этом человеке депутаты законодательного собрания знают, ну, чаще всего только то, что написано в бумажке. То есть вы его в деле еще не видели. Каким он будет министром, вы не знаете. И на основании, там, личных каких-то предпочтений или еще чего-то говорить, нет, вы знаете, вот мы этого министра не согласуем, ну, немножко странно, да? Ну, вот смотрите сейчас, какая ситуация у нас. То есть вот такие я видела объяснения. Объясню. Мы сейчас согласовываем из министров только двоих. Министра финансов и министра имущества. Ну, сокращенно. Почему-то министра имущества не ведут на согласование в законодательное собрание. И после ухода Сурженко Артюхова трудится в должности ИО. Почему? Вот, я не знаю, может быть... Из-за последних, что не согласуют, вы предполагаете? Я думаю, что согласуют, наверное, но элементарно будет возможность задать вопросы. Наверное, кому-то не нравится даже сам факт, что законодательное собрание может задать вопросы. А там журналисты в это время? Это же странно. А если, представьте, каждого министра мы вот так вот сможем расспросить. Нужно же что-то будет сказать. То есть, да, вот прямой вопрос прозвучит там о планах, например, там... Ну, министру строительства прозвучит прямой вопрос о планах переселения из ветхого аварийного жилья. Да, с конкретными, наверное, домами. Или подольщиком. Да, ну, там, про Ульяновскую пять, можно будет сказать, почему этот дом, допустим, в программе не значится, администрация города Кирова никаких действий не предпринимает, муниципальная программа абсолютно без денег, и, соответственно, будут ли когда-то эти жители расселены. Министр, наверное, что-то должен будет ответить. Почему, опять же, практика заслушивания отчетов о реализации госпрограмм у нас такая вот хромая на все четыре лапы, я тоже не знаю. Ну, то есть, если площадка ЗАГС-собрания, это площадка, на которой нужно всем дружно нажать кнопку «За» и вопросов не задавать, еще раз говорю, не нужно нам ЗАГС-собрание. Введите отдельное министерство по законодательству и живите спокойно и счастливо. И тогда получите... Отдайте туда те ставки, которые есть в ЗАГС-собрании. И тогда получите полные площади людей, которые вообще перестанут понимать, куда им в случае чего идти, ну, еще политические партии запретить уже до кучи, да? И люди тогда сами организуются и, поверьте, наплюют на все эти ограничения, которые будут введены, наверное, будут введены по предложению депутата Басюка и, дружно выйдя на улицу, будут добиваться своих прав, но уже путем публичных мероприятий, а не путем взаимодействия с органами госвласти. — Так, все-таки, возвращаясь к вашей инициативе, я правильно понимаю, у вас ощущение, что все, там, на ней крест поставили, да? — Я надеюсь на здравый смысл депутатов. Вы знаете, вот, опять же, странное отношение депутатов к тому, что у них появится какое-то полномочие. Ну, я не знаю, может, работать люди не хотят, может быть, там, я не знаю, есть какие-то действительно у них там, действительно, вот, человек считает, что это избыточная мера. Хотя избыточность я тут, вот, убейте, не понимаю, да? Если уж мы представители избирателей, я имею в виду всех депутатов, да, то, наверное, там, показать, ну, презентовать свою команду губернатор должен сказать, вот мой министр, я уверен, что он справится, и через год, два, и три вы с него спросите. А не так, что человек приходит, отработал полгода, ушел. — И след просто. — И след просто, и не знаем, с кого спросить. А нам его не презентовали, никто за него ответственность не брал. Вроде бы, как бы, ошибочное кадровое решение, но непонятно, чье. И, опять же, ну, тут давайте там разделим ответственность на ЗАГС Собрание, переложите часть ответственности, скажите, ну, вы же за них голосовали, например, да? Или не голосовали, потому что не были уверены, ну, тогда, извините, мы там снова нарушаем, как будто вы права председателя правительства и губернатора. А я считаю, что нет. Но если, очевидно, придет человек, который, ну, по мнению большинства депутатов, не справится со своими обязанностями, что плохого, что ЗАГС Собрание поставит барьер? Или что плохого, если человеку предложат уйти? В таком случае я не очень понимаю еще, как это будет работать, потому что, ну, мы с вами это уже обсудили, да, большинство в законодательном собрании это Единая Россия. Губернатор ныне действующий, который предлагает министров в том числе, это Единая Россия. Ныне действующая, Анна. Вот как раз прикрываться тем, что эта мера не будет работать, потому что вот посмотрите, какой состав ЗАГС Собрания, да, ну, давайте устав ЗАГС Собрания, устав в Кировской области будем под действующие форматы прописывать. То есть проблема в чем, если раньше в нашей большой многонациональной стране была стратегия развития, во-первых, вообще масштабная для страны, естественно, регионы полностью ей подчинялись. Сейчас стратегии развития государства у нас фактически нет, стратегии развития отдельно взятого региона, нашей с вами Кировской области, фактически нет, и мы все время решаем какие-то тактические задачи. То есть вот, а если принять этот закон, он не будет работать здесь и сейчас. Так у нас, в принципе, сейчас не будет работать ничто, потому что вот такой расклад сил. Что теперь? Все, всем разъезжаться, нужно работать на перспективу. То есть давайте дадим механизм законодательному собранию утверждать министров. Может быть, тогда живые активные общественники в следующий раз выйдут кандидатами на выборные должности в законодательное собрание и станут депутатами и будут спрашивать с правительства. И может быть, тогда баланс сил изменится. То есть вот в этом главная функция как раз вот этой инициативы. Чтобы появились рычаги у людей и чтобы людей заинтересовать тем, что они идут туда, где они будут что-то принимать. Отключать рычаги людям. То есть когда депутат говорит, ну вы знаете, я не могу повлиять на правительство, а по факту это вот так сейчас, да. Вся критика, как мне кажется, им с гуси вода. А вот здесь сейчас четкий механизм по, например, там, сложению полномочий с министром, да. Мотивационная еще такая эта штука, да. Конечно. И тогда уже законодательное собрание может не только спросить, но по результатам неудовлетворительной работы человека отправить на отдых. Ну министру сказать, нет, ты работал плохо. И губернатору предложить, да, или председателю правительства предложить другого кандидата на эту должность. Тогда может быть у нас и вот это самое КУМОС, кто перестанет работать. Вот есть лидеры России программа, да, федеральная. На самом деле не скажу, что она прям шикарно работает, но почему не сделать в масштабах региона такую же программу. У нас есть очень много талантливых, молодых и не очень людей, которые точно справились бы, например, даже с министерскими должностями. Но сейчас им путь закрыт, потому что, извините, он там не член команды, мы его не знаем. Давайте профессионализм будем оценивать, а не знаем, не знаем. Вот как раз и тогда можно будет сказать, вы знаете, вот у нас, а давайте посоветуемся, вот у нас есть там три человека, три кандидата на должность министра. Здорово, здорово. И вот это как раз движение вперед. А мы сейчас в таком застое живем, что ничего не меняется. Болото нас всех поглотило, засосало. И когда вдруг кто-то предлагает инициативу, чтобы начать хотя бы немножко там веточки искать. Хоть что-то менять. Ему говорят, ну это не будет работать. Ну, сливайте воду. Так, у нас остается, а у нас вообще времени не остается уже все, да? Я хотела вас спросить по поводу законопроекта вашего коллеги Валерия Басюка очень коротко. До 9 октября, как я понимаю, принимались поправки вот в этот закон о публичных мероприятиях. И ЛДПР не вносило поправки, да? Ввиду, опять же, того, что мы вообще не считаем необходимым ограничивать людей в их праве проводить публичные мероприятия. Право закреплено Конституцией. Надо оставить возможность проводить массовые публичные мероприятия. Если законопроект вынесут на второе чтение в ближайшую сессию, я просто пока не знаю. Не поддержим. Не поддержите. Спасибо, Владимир Костин был в нашей студии, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, фракции ЛДПР. Программа «Особое мнение» на этом заканчивается. Всем спасибо и доброго дня. До свидания, не болейте. Особое мнение на 101FM